привет привет дорогие друзья я вновь вышла в эфир с пожеланием в эти дни в последние дни уходящего 2018 года дорогие мои друзья я хочу поделиться с вами тем что господь положил мне на сердце и некоторыми мыслями и приведу примеры вы знаете что я консультирую людей консультирую в основном конечно женщин иногда мужчин и хочу поделиться некоторыми мыслями и пожелать вам в эти последние дни нового года уходящего года и в преддверии нового года сделать небольшой анализ своей жизни и просмотреть нужно ли кого-то простить особенно естественно я как консультант который консультирую семьи и воспитания детей и отношения с мужем то я бы хотела призвать вас чтобы вы просмотрели провели день в посте ну скажем у нас 31 это понедельник за завтра у нас воскресенье может бы даже завтрашний день провести в посте сестры столько сколько вы сможете и проанализировать попросить бога чтобы он показал все уголки вашего сердца показал может быть у вас есть какая-то обида на мужа у нас часто они имеются вы знаете и практика показывает что вроде как ты прощаешь но проходит какое-то время и опять все всплывает опять все всплывает почему всплывает потому что ваш партнер по браку может сделать что-то подобное опять за что вы простили и когда он делает что-то подобное опять то все прошлое опять всплывает наверх и человек просто не может справиться с этим и здесь что нужно делать как быть здесь очень простой хороший совет это просто вы должны принять решение вы должны принять решение твердо я прощаю своего мужа неважно что просто решить простить прощать во всех сферах я не говорю что вы должны закрывать глаза на какой-то грех и не говорю что вы должны мириться с неправильными вещами которые допустим уже делает это все в процессе но вы должны быть свободны внутри человек может не измениться каких-то сферах потому что изменение берет длину в целую жизнь и у бога хватает терпения хватает терпения возиться со всеми нами потому что он видит какими мы будем в будущем что помогает помогает то что мы осознаем что мы тоже грешные мы осознаем что а ведь я тоже несовершенная я тоже делаю ошибки и когда мы мы к себе очень часто делаем excuse прощаем себя но от своего партнера требуем чтобы он мгновенно менялся и был совершенный а вот с этим нужно работать вот с этим нужно бороться я вас призываю чтобы вы просили у бога силы господь помоги мне прощать моего мужа также как и ты прощаешь меня каждый день и не вспоминать потому что господь нам не напоминает он он не забывает наши грехи господь ему же память не отшивала но он не я не воспомяну то то есть он не вот не напоминает нам и кто напоминает о грехах мужа если он просил почти даже если он не просил еще прощение то ваше решение должно быть я прощаю почему это важно сделать потому что если вы почитаете евангелие от матвея 18 главу до конца там написано история одной притчи где одному было прощено очень много а он выйдя начал душить требовать назад вот вот эти вещи мы делаем иногда с нашими близкими когда им не прощаем и когда мы их не прощаем там написано что когда государь назад позвал и сказал я тебе простил почему ты не простил отдайте истязателю его да то есть истязатель потом отдают дьявол отсюда наших депрессии отсюда уныние отсюда нету сил служить отсюда и так далее тогда им уже список долго продолжать это получается тогда мы какие-то уголки своего сердца отдаем дьяволу в распоряжении когда мы не прощаем потому что в паральпоминон 2 паральпоминон 16 главе по моему написано что очень господа обозревает всю землю чтобы поддерживать тех чье сердце вполне предано ему и вопрос такой к нам сестры все ли наше сердце вполне предано господу или мы какие-то уголки отдаем дьяволу чтобы он истязал нас и у нас не было сил чтобы он воровал наши силы и я знаю что многие говорят вот там надо против приказать дьявол и он убежит чтобы противостать дьявол и он убежал мы должны покориться богу у якобы написано покоритесь богу противостаньте дьяволу и убежит от вас то есть наш мы можем противостать только через послушание слову божьему нету такого греха нету такой обиды которые бы бог не мог простить вашему мужу и значит мы тоже можем для этого нужно принять решение я принимаю решение прощать все и не воспоминать а те проблемы которые есть которые присутствуют и которые еще будут потому что мы живем греховность на греховной земле мы будем сталкиваться с какими-то финансовыми трудностями со здоровьем с непослушанием детей или еще что-то трудности всегда будут но с божьей помощью мы будем это проходить господь будет давать мудрости на каждый день на сегодняшний день достаточно забот на завтрашний день он даст еще мудрости и это важно не давать место врагу душ и чтобы наше сердце принадлежало богу потому что когда мы держим обиду мы не вечерю принимаем хлеба преломления недостойно и когда мы держим обиду мы не можем насладиться полнотой наших взаимоотношений мы не можем любить вполне в полноте потому что вот эта обида она сидит в подсознании и она отравляет нашу внутреннюю сущность и поэтому и знаете когда живешь вроде бы так это вроде бы ее даже может быть и незаметно но важно пройти такой знаете духовный рентген чтобы дух святой осветил вашу внутренность и показал что у вас там внутри возьмите пост и скажи господь я не хочу переносить проблемы прошлого позапрошлого или какого-то года в новый год возьмите после покажи мне мое сердце как 138 псалом написано что зрение на опасном ли я пути господь да по укажи мне и поставь меня на путь добрый то есть рассмотреть нужно что под под рентгеном чтобы духовными очами увидеть если есть какая-то обида отпустить пленных на свободу да как и сая говорит то есть отсюда наши молитвы до потолка отсюда мы теряем силу отсюда у нас нету сил жить жизнью победы мы должны принять решение прощать ближних и любить ближних и я хочу вам посоветовать есть только два пути два способа влияния на мужчину частности на мужа два способа влияния один способ вы можете видеть его недостатки и подчеркивать их и делать акцент на этом вчера я разговаривал с одной молодой женщины которая сказала что у них на рождество произошел один инцидент и по поводу я не буду говорить подробности потому что родственники могут услышать и понять о ком идет речь но суть у них произошел конфликт и в результате этого конфликта они наговорили друг другу много много негативного до друг другу обидных слов критика это яд для любви и и и что я ей сказала я сказал знаешь ты вот вечером они должны были идти на ну как бы на примирение на дейт на встречу поговорить я говори я его так знаешь как поговорить с ним скажи ему да ты видишь во мне недостатки но ты не видишь всего я гораздо хуже чем ты думаешь и ты гораздо хуже чем ты думаешь о себе единственный путь как нам построить отношения принять друг друга такими какие мы есть и вот по благодати божией стараться работать над характером друг друга чтобы мы менялись оба чтобы мы служили и и что ты хочешь чтобы я в себе поменяла ну по отношению к тебе что ты хочешь что я хочу чтоб ты поменялся то есть стараться искать пользы друг друга стараться понимать что мы грешные существа только силой божией мы можем служить друг другу своими силами нет мы абсолютно не можем и то есть делать понимаете сатана он лжец он постоянно лжет на нам друг о наших партнерах о наших брачных партнеров и она самих и о боге и окружающих людях поэтому как я говорила в теме о подростках точно также важно просто взять и сказать что давай будем делать опору на положительное что у нас в браке положительно вот мы вдвоем воспитываем вот этих детей вот мы вдвоем бог нам помог вот приобрести вот это и мы живем вот здесь или мы служим вот здесь или мы то есть сделайте анализ всего положительного что у вас есть и уже надстраивайте на вот это положительное не делайте акцент на негативном на отрицательном отрицательное есть у всех и вы не думаете что у соседа трава зеленее это миф и каждая семья несет свое какое-то бремя и у каждого есть какие-то страглы на какие-то борения какие-то переживания у всех есть какие-то трудности и всем бывает очень тяжело не только вам всем братьям сестрам всем любящим бога и даже даже желающим жить благочестиво они будут гонимы гонимы даже не живущие желающие жить будут гонимы потому что есть противник который настроен против вашего брака и он неравный противник он неравный богу но по сравнению с нами он сильнее и наша и наша сила в покорении богу наша сила чтобы сокрыться в имени иисуса христа в имени божьем и там нас враг не достигнет то есть быть в слове быть во христе быть в его истине и поступать поистине тогда враг не может нас достигнуть я вам желаю иметь молитвенного партнера это первый путь вы можете делать показывать на недостатки и застрять там а второй путь вы можете увидеть положительное и в своем браке и в своем брачном партнере и строить на этом потому что женщина она в небе заложен большой потенциал она так то благословляет она так то вдохновляет она так то мотивирует женщине большая мотивационная сила для мужа именно поэтому они написано что мудрая жена устроит свой дом вот в этом ее мудрость чтобы она видела положительное в муже и внушала ему я знаю у тебя получится ты сможешь ты помнишь ты там сделал вот так и я верю что бог даст тебе мудрости и он поможет тебе то есть не пилите мужа не говорите ему негатив он и так знает свой этот негатив он лучше вас знает все свои недостатки старайтесь говорить то хорошее что он делает одно то что он если он христианин если он церкви это уже хорошо и он образ и подобие божие и он имеет духа святого не думайте не мыслите не говорите негативно и не не лишь не не верьте в ложь что существует некоторые если если бы мой муж был чуть-чуть другой если вы моим может быть у меня другой был муж или если бы вот это бы это все ложь такие какие мы есть приходим богу с тем что у нас есть и вот то что у нас есть что у тебя в руке посох вот что у тебя в руке есть вот это бог благословит и посмотрите как ветхом завете пророком бог говорил посмотри вот на вот это поле где трупы те кости сухие и вот придя даже в вашем браке возьму будут такие моменты когда кажется что остались одни руины когда кажется что уже ничего там живого не осталось столько обид столько горечи господь скажет воскресить господь скажет воскреснуть этим костям вот этому вот этим трупом и ваш брак оживет он зацветет господь поможет вам разгрести весь хлам мусор всех обид всяких неправильных приоритетов неправильных целей то что завалило вашу любовь потому что любовь она никогда не перестает бог дал любовь он ее не забирает мы ее заваливаем это знаете вот взять если такую свечку и поставить и такой вот огонек знаете то нам нужно вот так вот беречь этот огонек в нашем браке как самое ценное беречь эту любовь не заваливать ее какой-то суетой какими-то второстепенными вещами погоней за материализмом погоней за мнением окружающих людей или еще за какими-то временными вещами потому что кроме любви все сгорит ничего не будет иметь смысла и я мое пожелание вам чтобы вы простили своих ближних свекровь там родственников каких-то братьев сестер по вере и перешли в новый год с чистым сердцем и я искренне вам желаю это это то что господь положил мне на сердце передать вам чтобы вы чтобы он омыл очистил ваше сердце и как написано и сами что если грехи ваши как багряны как снег убилю и тогда придите рассудим то есть тогда придет благословение тогда придет защита в нашей семье тогда придет сила жить свято тогда придет сила жить жизнью победы и самое главное вы разгребете и вот эта любовь как свеча знаете она это как мотылек маленький знаете мы должны ее беречь и тогда у вас появится сила и дети ваши будут чувствовать вот эту вашу любовь друг к другу в этом наша защита и в этом наша сила и ваши чувства обновятся я вам с твердой уверенностью могу сказать что бывали в нашем браке периоды что оказалось ну вот все чувства угасли и чуть ли не муж меня не любит и я его тоже не люблю но это не правда это ложь на самом деле когда господь помог на нам разобрать наши завалены разобрать и показать что нужно убрать что нужно пересмотреть где нужно простить где нужно еще что-то сделать то господь просто показал что у нас всегда была любовь друг к другу и она никуда не исчезала поэтому берегите вашу любовь взращивайте это самое ценное что у вас есть в семье и это самое ценное что вы передадите детям это не какие-то бумажные акции не какие-то финансы счета и не даже не даже ваш дом или машины или что-то и не даже образование вот эта любовь если вы передадите ее в наследство вашим детям которое выльется из ваших сердец в их сердца вот это будет самое главное наследство вот это будет самое ценное что вы можете передать следующему поколению пусть господь благословит вас пожалуйста поделитесь этой темой божьих вам благословений храни вас господь и ваши семьи пока пока